Смерть сэра Роберта Мистер Джейсон прямо на ринге откусил мистеру Кленси правое ухо Поверьте мне, сэр, страна, которой правит женщин Божий, конечно, храни королеву А племянники так и не попрощались с вордом Да он и при жизни не очень-то хотел их видеть Абсолютные абортусы Вы хотели сказать, все их дядю? Да, они наверняка просто опоздали Джордж, мы наверняка опоздали Эдуард, я и так летел со скоростью 12 миль в час Нас просто поздно известили Господа, вы опоздали, вашего дядю уже похоронили Да, спасибо 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Премянники уже проснулись и просят подавать чай в библиотеку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он обещал к 11 быть здесь, чтобы огласить завещание Мистер Кэмерон никогда не опазывает Вероятно, он уже прибыл и с минуты на минуту Завещание будет оглашено... В столовой, сэр А почему в столовой? Почему даже не в кабинете? Дело в том, что сэр Роберт Андерстенд... Покойный, покойный, сэр Роберт Андерстенд распорядился, чтобы все помещения второго этажа были закрыты, вплоть до вступления завещания в силу Что это? Что это? Это же вы в кабинете Вероятно, открылось окно. Не волнуйтесь, джентльмены, я сейчас проверю Даже трудно себе представить, что его не будет среди нас у Илья Примите мои соболезнования Благодарю Примите, я хочу спросить, а как это? Все уже собрались, мистер Кэмерон Мне просто единственное хотелось узнать, каким вам разошало... Вас ждут, мистер Кэмерон Нет, я не понимаю Понимаю, мистер Кэмерон, вас ждут Мистер Кэмерон Мистер Кэмерон Доброе утро, джентльмены Примите мои соболезнования Благодарю Сэр Роберт Андерстон Был великолепным человеком нам Всем Очень долго будет не хватать его Боже мой Сэр Филип Андерстон, я вас узнал Боже мой, сколько лет прошло Вы же вылитый дядя Ну просто один к одному Я вас давно помню Когда вы были еще совсем маленькие Я вас иногда держал на руках Это было так давно Лет 35-40 тому назад Мне 24 Ну да, время идет Время... Идет время... Да, он любил всех своих племянников Всех до единого Особенно он был горд Вашими успехами В Оксфорде Он говорил там Да А в Оксфорде он все знал Кто же в Лондоне денег не знает Боже мой Бэт Уарт Да, бедный дядя Андерстон Я вас сразу узнал Но правда не сразу Невосполнимая утрата Безусловно Джентльмены Да Я думаю, мы можем начать Да У меня все готово, господа Но для этого необходимо присутствие всех указанных в завещании Список составлял сам покойный Когда же был жив? Сэр Эдуард Андерстенд Джордж Андерстенд Филипп Андерстенд Так, наверное, будем начинать, раз все собрались Конечно Нет, 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 нет Есть еще и другие претенденты Что? Есть Эдуард Какие еще президенты? А? Еще на свете Генерал Иван Алексеевич Едалов Джентльмены Примите мои соболезнования Для меня Было большой честью Что сэр Роберт Звал меня Своим другом Мы сэром Робертом Знакомы более 25 лет Мне всегда казалось, что он молодеет год от года Уильям не уходите Вы тоже Указаны в списке Да Какой-то дворецкий, какой-то генерал И поверь мне Завещание начнет с фразы, что дядя был в здравом уме Я Лорд Роберт Андерстенд Привоя в здравом уме и твердой памяти Завещая все мое состояние А также движимое и недвижимое имущество Оценивая его в один миллион пунктов сервингом Трем моим племянникам Эдуарду Джорджу и Филиппу Андерстенд Прекрасно Да Я поздравляю Эдуард Филипп При одном условии Все мои три племянника Должны жениться До следующего дня рождения королевы Виктории До женщинах, которые скрасили последние дни моей жизни Племянник, взявший в жены мою воспитанницу Элизабет Уайт Получит 600 тысяч Взявший в жены Франсину Кларк 300 тысяч И женившийся на мисс Агате Вудхаус 100 тысяч фунтов сервингом В случае, если мои племянники не выполнят это условие Все мое состояние Один миллион фунтов сервинг Переходит моему другу Ивану Алексеевичу Едалову За вычетого фамильного совняка Который переходит Моему дворецкому уйлеву А себя могу добавить, что день рождения королевы 24 мая Уильям Какая радость, Уильям Жалко, что дядя не дожил Шутка Ну-с Как говорит с ним в России Совет вам и любовь Я пойду в свою комнату Уильям Уильям, я надеюсь, ты разрешишь пожить в твоем доме до дня рождения королевы. Какое сегодня число? 22 мая. А она родилась? 24-го. Кто? Наша королева родилась в 1819 году, 24 мая. Совершенно верно. Как же он мог умереть за два дня до ее дня рождения? Она уже не предполагала, что так получится. Он не тщательно. Итак, господа, у вас есть два дня. Сегодня и завтра. Завтра вечером я опять приду. Копия завещания. Кэмерон, вы... Вы уверены, что это не шутка? Даже если это шутка, то она вступает в силу завтра ровно в полночь. Кэмерон, вы действительно считаете, что мы можем жениться на этих? М-м-м-м-м-м-м, конечно. Ну, вы все подданы королеву Виктории. Да. Вы все холосты. Да. Я не вижу причин, по которым вы не можете жениться. Да, конечно, конечно. Вы можете не жениться. Зависит от того, насколько вас интересует миллион пунктов Стерлингова. Всего доброго, господа. Зависит от второго этапа. Да, ситуация. Что вы об этом думаете, джентльмены? Я ничего не думаю. Ситуация безвыходная. И с дядей уже не поспоришь. Кто они такие, эти девушки? Мисс Элизабет Уайт. Снять с ясом. Кто это? Агата и Франзелина. Франзелина. Мисс Франсина. Она актриса. О, Господи. Это очень грустная история. Она потеряла мать еще в раннем возрасте. И ее отец, генерал, стал искать смерти в сражениях. В своем последнем бою он получил 94 пулевых, 16 смертельных сабельных ран, не считая двух шрапнельных снарядов. Но умер он не от этого. Его сердце не выдержало, когда он увидел, что его полк сдал позиции и от... Джордж! Уильям, что это за бред? А третье? Мисс Агата. Еще одна грустная история? Да, сэм. Нельзя что-нибудь повеселее? Она потеряла мать еще в раннем возрасте. А ее отец, знаменитый профессор математики, погиб в Швейцарии в результате падения водопада. Мне все равно, кто куда упал. Я не желаю больше это слушать. Где они сейчас, эти Агата и Франсина? Где они? Мисс Франсина? Кузина мисс Агата. Несовершенно безразлично. Кто чья кузина? Да, но, сэр... Вас же спросили, где они сейчас? Сэр Роберт отпустил мисс Агатю и мисс Франсину проведать свою тетку в Нью. Быстрее! Мы оповестили их об этом трагическом событии, но, вероятно, какая-то проблема помешала им вовремя прибыть на похороны. А, мисс Элизабет у себя в комнате. Благодарю вас, Уильям. Идите. Да, чтобы я, потомок древнего рода андерстендов, получил письменный приказ жениться на какой-то там безродной мисс Уайт, где Роберт сошел с ума. Подумать страшно. Кошмар. Или мисс, как там ее? Это просто невероятно. Это как нас нужно ненавидеть? Какая Агата? Какая Франжелина? Франсина? Какая разница? Это же просто оскорбительно для настоящего джентльмена. Шестьсот тысяч! Да ни за какие деньги! Эдди! 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 Он пошел к Элизабету. Эдди! Эдуард! Эдуард! Заключилось. Куда? Туда. 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 Куда? Позвольте представить племянники сэра Роберта, Эдуард, Джордж и Филипп Андестендер. Джентльмены, позвольте представить вам мисс Агата Вудхаус, мисс Франсина Кларк, мисс Элизабет Уайт, воспитанницы сэра Роберта. Джентльмены тоже опоздали на похороны. Они прибыли, но к концу церемонии. Очень, очень, очень приятно. Да, приятно. Очень. Рад знакомству. Мисс Агата и мисс Франсина уезжали погостить к своей тете Ньюпорт. Но трагическое событие призвало... Это очень грустная история, мы знаем. Какой удар для вашей тетушки из Ньюпорта? Сэра Роберта для нас большой удар. Сэра Роберт всегда был очень добр к нам. Он занимался нашим образованием. Мы очень скорбим по поводу безвременной кончины. Много уважаемого в нами, сэра Роберта. Это неожиданно. В субботу он обещал прийти на мой спектакль. И вдруг, кто бы мог подумать? Это ужасно. 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 Это ужасно, что вы здесь курите. Могу ли я просить вас, джентльмены? Сэр Роберт не любил, когда курили в этой зале. Что вы говорите? Да мы с дядей здесь курили очень много раз. Простите, сэр. Но я чаще бывала в этом доме и лучше знаю, что, сэр, Роберт любил, а кого не любил. И прошу вас с почтением относиться к священной памяти лорда Андерстенда. Как это ужасно. Как неожиданно. Извините, мы должны вас покинуть. Ну, хватит уже. Мы знаем, что ты не куришь. Черт возьми. Да, влепли. Бедный мой. Да разрази меня гром, если я женишь на одной из этих чапорных дур. Я лучше себе пулю в лоб пущу. Вы обратили внимание, как дурно воспитан старший племянник Эдуард. И это мужчины Великой Британской империи. Да. Пить, курить и спорить их жалкий удел. Ужас. А мисс Агата? Я попрошу вас здесь не курить. Какое, наверное, право делать нам замечания. Никакого. А этого Джорджа я видела в прошлую пятницу. На скачках. Перед заездом он целовал лошадь, а после избил жакея. На него буквально все обращали внимание. Ужас. Нет, ну вы видели эту маленькую мерзкую собачанку? Отвратительные особые. Ужасные. А Филипп мне показался абсолютно другим. Об этом говорить вообще не стоит. Ужас. 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 Я совершенно не понимаю, почему у Элизабет 600 тысяч приданное. У Францины 300, а у Агаты 100. Элизабет, я прошу вас, возьмите себя в руки. Перестаньте рыдать. Мне так жалко. Бедный сэр Роберт. Таков удел. Все сущее умрет. И сквозь природу в вечность перейдет. Ужас. 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 Он так любил своих племянников. А они не проронили о нем Даши и Слизинки. Я сдать на похороны. Возмутительно. Ведь они сыновья его любимого, покойного брата. Да, любимого, покойного, родного брата. Родного брата. Миссис Браун. Скажите, пожалуйста, а завещание уже было оглашено? Нотариус был здесь сегодня утром, видимо, да. Ну и что же было в этом завещании? Извините, мисс Агата, я не присутствовала при оглашении завещания. А мисс Ализабет очень даже ничего. Простите, я, наверное, пойду пройдусь. Пойду, пожалуй, пройдусь. Пойду, пойдусь. В чем дело? В чем дело? Я собирался пройти в свою комнату. Я знаю, куда вы собирались пройти. Джордж. Джентльмены, остановитесь. Вы же джентльмены. Где же достоинства? Джордж. Где ваша воинская честь? Ой. Филипп. Где ваше уважение к старшим братьям? Да я... Из-за каких-то жалких денег. Что ж это такое? Ответ на колбок! Немедленно! Джентльмены. Кто здесь? У вас опять что-то закатилось? Опять запонка? Запонка. Да, запонка. Такая, знаете, прыгучая. Хочу что-нибудь почитать. Позвольте, я провожу вас. И помогу вам выбрать. Позвольте, я провожу вас. Не могу достать. Позвольте, я помогу, я помогу. Я выше тебя ростом. Смерть дяди застала меня просто врасплох. Эмиль Золя. До сих пор не могу прийти в себя. Джордж Байрон. Словарь Даля. Скорбь. Так, Гоголь. Переполнила мою душу. Гюго, королева Марго. Вот это я увидел вас. Как будто кто-то зажег моим сердцем огонь. Филипп, будь осторожен. Сейчас все книги нам полетят на губу. Мисс, я хотел сказать, что... Я уже давно ничего не испытывал подобного. Вот еще. Знаете, как будто тихонько, так нежно, так трогательно, так подспудно и как бы из-под вали. Позвольте. Позвольте. Позвольте называть вас... Элизабет. Меня так напугали. Я прямо чуть не упала в обморок. Простите, мисс, я... Я, простите, не запомнила, как вас зовут? Филипп. А меня Элизабет. Очень приятно. Какое красивое имя. Филипп? Нет, Элизабет. Эврипит, Софокл? Поставь греков на полочку. Сократ. Нет, мне так хочется пить. Ром, Джейм, чай. Чай. Если можно. Уильям! Я к вашим услугам. Пожалуйста, чай для мисс Уайт. Сию минуту. Мисс Элизабет, я прошу. Дорогая мисс Элизабет. Дело в том, что как жаль, что я не имел чести познакомиться с вами раньше. Дело в том, что я совсем недавно закончил Оксфорд. И учеба забирала много времени. Я не мог часто навещать дядю. И вот теперь, увидев вас, я... Увидел, что я... Увидев вас, что я... Ну, что? Молодец. Молодец. Пойди, присядь, отдохни. А так... Знаете, мисс Элизабет, ему вредно волноваться. Пусть той болезни, которую он перенес, вообще немногие выживают. Те же, кто выживает немножко не в себе. Я считаю, что я, как старший наследник лорда Андестенда, просто обязан позаботиться о вашем будущем. Стать вашим опекуном, другом и даже... Господи, Джордж, что вы делаете? Что? Мисс Элизабет, а вы мне не оставили другого выхода? Что ты делаешь? Моя жизнь в ваших руках. Мисс Элизабет, если вы скажете нет, то я нажму на курок. Что? Вам недорога моя жизнь? Хорошо. Ну, если так, то пожалейте хотя бы Уильяма! Прекажете подавать ланч? Бисс Элизабет, ну, конечно, подавай. Господи, конечно. Как-то пошло, Джордж. Из-за каких-то денег. Из-за каких-то... Вы с ума сошли, сэр? Психопатка несчастная. Поздравляю. Успех налицо. Благодарю. Она явно влюблена. В кого? В кого? В меня. В кого еще здесь можно влюбиться? Кроме меня. Конечно. Но как девушка воспитанная, она не могла мне сразу сказать да. Но в тоннеле метро от паровоза не убежишь. Так что иди. Займись чем-нибудь другим. Филипп, ты даром теряешь время. Иди. Вы еще здесь? Немедленно отойдите от моей комнаты. Мисс Агата, мисс Агата! Успокойтесь, я ухожу. Что опять происходит в этом доме? Что здесь происходит? Элизабет? Я... Я... Я оказал первую медицинскую помощь, мисс Элизабет. А вы что, доктор, чтобы оказывать медицинскую помощь? С тобой все в порядке? Агата, ты не одета. Ой! Мисс Франчина! Вы запомнили? Триста тысяч. Тоже неплохие деньги. А, девочка, гулять. Принди гулять, лентяйка. У вас прелестная собачка, мисс Фронтино. Ее зовут Брэнди. Имя придумал, я не знаю. Я бы даже сказал, красавицам. Подержите, пожалуйста. Я очень люблю животных. Это очень мило. Особенно лошадей. Сэр Руперт говорил, что вы играете на скачках. Да, я чувствую, что в следующем сезоне мне обязательно повезет. Вот на прошлом заезде я бы поставил на звездочку. Про звездочку я тоже очень много слышала. Первый раз я увидел ее в бабсами на скачках в 1892 году в пятницу в 12 часов. Я посмотрел в ее глаза и сразу все понял. А потом, потом она пришла второй. Куда? К Федюшку. Звездочка. Кобыла моя. Лошадь. Она была самым близким. Удивительно. Добрый день, мисс Франси. Добрый день. Увидел, что Джордж без пальто и заволновался. Подержи, пожалуйста, дорогой. Он склонен к простудам. Что? Да, да, да. Какая трогательная сапота. Убери, к черту. Это плед, я сказал. Ты простудишься. Пора успокоиться, Джордж. Все никак не может, благодарю тебя, забыть о своей первой любви. Первой любви? Да. Элен. Мы можем идти. Да. Я же просил. Я же просил тебя никогда больше не упоминать об этом. Это... Это было так давно. Все никак не может успокоиться. Бедняга. Какая низость. Они с Элен впервые встретились на скачках в Эпсоне лет десять тому назад. Как у всякого кавалериста. У Джорджа особо, особо трепетное отношение к лошадям. А спустя два года он застал ее, как будто бы с цирковым жонглером. Ужас. Да, это такая трагедия. Господи, какая прелесть. П Семё лет. Марин. Разнос. Мужчина. Память! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Дорогая мисс Элизабет Дядя Роберт Оставил мне наследство 600 тысяч фунтов Но не совсем оставил ни одному мне Я бы хотел, чтобы вы стали моей женой И разделили со мной это богатство Ответ нужен сегодня Как же это нелегко Дорогая Элизабет Не хотели бы вы выйти замуж В течение суток За молодого И достаточно состоятельного джентльмена Невзирая на то, что Это я Ах, Элизабет Для любви нет никаких преград Тем более, что у меня в этом кармане Чек на 600 тысяч фунтов будет Если мы поженимся до завтра Умоляю вас, до завтра Полюбите меня за 24 часа Иначе я умру в тоске, в печали, в скорби В нищете, сэр Уильям, в нищете О господи, что вы здесь делаете? Я здесь работаю Скажите, Уильям Зачем дядя заставляет меня жениться За 48 часов? А если я не хочу? Если я не могу? Если я просто не умею жениться? Почему нельзя было разделить эти деньги поровно? И все Сэр, социалист? Да поровно, не поровно, какая разница? Главное, никому не пришлось бы унижаться Лицемерить, лгать У вас мало времени Мисс Элизабет Мисс Элизабет Мисс Элизабет Мисс Элизабет, постойте Постойте, умоляю вас Надеюсь, сэр, вы будете вести себя прилично Господи, как вам могло прийти в голову? Эдуард обидел вас Эдуард, само собой Только чтобы ваш другой брат Джордж Бежал вверх по лестнице с криками Я убью его, я убью его Ужас А потом он забежал к себе И я слышала Как он запер за собой дверь Послушайте, Филипп Он ничего с собой не сделает? Судя по тому, что мы не слышали выстрела Он успокоился Или повесился Ах! Нужно немедленно взламывать дверь Быстрее Господи, Джордж! Вы живы! Слава Богу! Конечно, жив А что? Что за шум? А драки нету Ой, Лиза, милая Я с ног сбился ищу Что случилось? Я могу сказать одну романтическую, поэтическую историю Если ты немедленно не перестанешь размахивать своим пистолетом Все дамы или немедленно умрут от страха Или немедленно покинут этот дом А первый раз я приехал в Англию как шпион Да, 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 да А вот второй раз Второй раз я приехал по любви По сумасшедшей совершенно любви Ой, что я промотал? Ну, блин А сейчас как советник военного ведомства Да, полгода уже Зачем ты угрожал мисс Элизабет пистолетом? Я? Ты бегал по лестнице с пистолетом и угрожал ей Да что за чушь Она сама мне об этом сказала Господи! Какая подлость Во-первых, это был не пистолет, а револьвер Во-вторых, я хотел убить Эдуарда Его подлость бесхронична Кстати, не будь ты моим родным братом Я бы тебя тоже убил На месте! Господи, какая подлость! Джордж! О! Хм! О! Субтитры сделал DimaTorzok Когда человек военный Когда он одинок и благороден Его место на поле битвы Вот я Месяц назад Собирался ехать на войну с бурами А что ж тебе помешало? Раз душа зовет, надо ехать Поезжай, дорогой, и ни в чем себе не отказывай А вот сэр Роберт был за независимость наших колоний Он очень часто высказывался по этому поводу за обедом Вы знаете, очень демократично В последнее время я не часто встречался с дядей Мы были с ним В конфронтации Мы знаем Ах, люблю я Англию Но кухня Английская Редкая гадость Если бы знали, как обедают в России Смею заметить, сэр Роберт не любил Когда ругали английскую кухню Да, да, да Господа Оказывается, в Англии есть Графство Сусекс Сусекс Ничего, да? Сусекс Сусекс Свою дивизию Генерал Я хочу заметить, что вы находите задним столом с подданными Ее Величества Да, ну да, да Задним столом в доме, который будет принадлежать скоро дворецкому Уильяму О чем вы? Генерал Едалов, как обычно, неудачно шутит О, да, 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 да Уильям, у тебя есть племянники? Да, есть В Сусексе Сусекс По Сусекам По Скребли И И племянников на Скребле А у нас в стране Сусекса Нет Генерал Мне надоели ваши двусмысленности обанды Извините Элизабет Не хотели бы вы прогуляться со мной по парку? Да, почему бы нет? Нет, нет, не соглашайтесь А почему? Ну, в парке сейчас холодно, а вы плохо себя чувствовали Не надо Спасибо за беспокойство, я оденусь потеплее Простите Я намерен Сделать Мисс Элизабет Очень интересное предложение Извините, джентльмены Спасибо за компанию Мы вынуждены вас покинуть Вы посмотрите на этих знатных леди Мы вынуждены вас покинуть Скажите, пожалуйста Мой дорогой дядя Роберт Я хороший мальчик И весь год вел себя хорошо Пожалуйста, подари мне К дню рождения королевы 600 тысяч фунтов И немного корзиного яда Для моих родных братьев Джорджа и Филиппа Конвертов осталось только четыре Боже мой Нам необходимо срочно заказать как минимум счет Не могу смириться с тем, что Сэра Роберта нет среди нас Замок опустел 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 Племянники ведут себя Несколько странно 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 Да Кстати, они не говорили вам О своих планах Насколько мне не изменяет память Сразу после оглашения завещания Они собирались уехать И что же им помешало? Ну, этого я не могу сказать Мисс Агата Теперь племянники перестали делиться со мной Своими планами Да Да А так вот Пустое женское любопытство Как сэр Роберт распорядился своим наследством? Вы же можете мне сказать? Могу Сэр Роберт распорядился своим наследством Исключительно мудро Благодарю Собачий хор так певуч Мелодичина ровен Что твой Рассини Что твой... Что же вы так скоро вернулись? Вернулись, говорю, так скоро Надеюсь, прогулка была приятной Очень Иван Алексеевич милейший человек С ним всегда очень весело и интересно Москва Цыгане Снега Лев Толстой Матрешки Похмелья Пельмени Медведи Медведи Какая прелесть Ваша ирония неуместна Россия Это огромная Чудесная страна Где живут Прекрасные благородные люди Да Генерал Едалов Пригласил меня Поехать к нему в Санкт-Петербург В Санкт-Петербург Я не ослышался Вы пригласили юную мисс Господин Едалов Вы пригласили мисс Элизабет Джентльмены Я уезжаю в Россию И там я встречу своего сжатого Суженого В России говорят суженого Да Суженого Простите, джентльмены Я пойду собирать вещи А ведь Генерал Едалов Это довольно подло С вашей стороны Да я его сейчас убью Что? Джордж! Это все-таки русский генерал Хотя и украл у нас сейчас 600 тысяч фунтов Не скрою Я хочу получить свой миллион Не меньше, чем вы Джордж! 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 Это что? Вождяне Это что, ваше воспитанец? Это что, ваш миллион? А вам никогда не получить 600 тысяч Элизабет, мягко говоря, к вам равнодушна Ты захотела русского генерала пули испугать? У тебя молоко еще на губах мне обсохло А мне английский стенец 55-го года сидит Севастополя Сапли подвери молокосос Господи, что случилось? Что происходит? Кто-то стрелял из револьвера? Я просто стрелял из револьвера Да Смею заметить, джентльмен Что только вчера Вы похоронили своего дятюшку Поэтому нельзя ли вести себе сдержание? Это невыносимо Брэнди так испугалась, она вся дрожит Я полагаю, нам нужно немедленно уехать? Это настолько невыносимо? Завтра же Завтра же нас здесь не будет Но пока мы здесь, господа Мы просили бы вас Не стрелять Не ломать мебель Не бить посуду Не произносить бранных слов Не приближаться к дверям моей спальни И, наконец, не курить Прощайте Прощайте, джентльмены Прощайте Не грустите, джентльмены Ты что, стрелял холостыми? Да Жаль Очень Проклятый русский Ну, начертай ему наш миллион Время у нас еще есть Мы должны немедленно что-то придумать Господи Как мне нужны эти деньги? Как мне нужны эти 600 тысяч? 600 тысяч Наверху собирают чемоданы Считаю своим долгом напомнить, что 300 и 100 тысяч тоже собирают чемоданы Кстати, дорогой Джордж Ты со своим револьвером больше, чем на 300 тысяч не тянешь А ты, Эдуард, по возрасту не тянешь и на сотню Что? Лично мне дядя кое-что оставил уже в наследство Титул лорда Поэтому я попросил бы Рад видеть вас, джентльмены Но, но Я думаю, вы уже успокоились, спать легли А я вот не могу уснуть, не почитав, не почитав газеты Ну, как вы, англичане, можете пить такой холодный чай? Миссис Браун О! На! В Гемпшире при разделе наследства местного коммерсанта Все родственники перестреляли друг друга И подожгли усадьбу О, как! А, и про меня они забыли Генерал Едало выиграл на скачках 100 тысяч фунтов стерлингов Что? А на кого вы поставили? На звездочку Что? Вы, вы поставили на звездочку? На нее Но это, но это же я вам подсказал Благодарствую Согласитесь, неплохая прибавка К тому миллиону, который я получу завтра вечером по завещанию Да я... Но, 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 но! Может, вы и увезете Элизабет в Россию, но... Потрудитесь отчитать мне мои 300 тысяч Поскольку я не знаю, как... Как другие Но лично я собираюсь жениться на Францине И уж во всяком случае Агата от меня уже не уйдет Дорогие мои Ваша беда в том, что вы плохо слушали завещание А там сказано Все три мои племянника должны жениться На трех конкретных женщинах Даже если один из вас и поведет девушку под венец Денежек он не получит Свадеб должно быть три Три, не меньше Так что, как вы любите Говорить Эдуард Скорее, ваша лошадь, Джордж Научится играть на скрипке каприз погонений Нежели завтра вечером вы будете богаче, чем сегодня Да я... Спокойной ночи Джентльмен Мне кажется, что на земле развелось слишком много генералов Это надо как-то решать А мне кажется, нужно что-то решать с женитьбой Как решать? Они уезжают Они уезжают, потому что у них не было повода остаться Ты, Эдуард, кому-нибудь говорил О замужестве употреблял такие слова, как замуж, женитьба, венчание? Нет, но... Уверен, что и ты, Джордж, тоже Нет, но... Так значит, надо просто пойти к ним и предложить Станьте моей женой Джордж палил из своей дурной пушки и перепугал их насмерть Немедленно верни револьвер Эдди, я... Джордж, отдай пистолет Отлично Я лично готов прямо сейчас пойти и поговорить с Элизабет Я тоже могу поговорить с Элизабет И я могу поговорить с Элизабет Поговори лучше с Франсином А я, по-вашему, должен Агату брать, Джонни? А почему нет? Сто тысяч это неплохие деньги Да почему я? Давайте распределим по возрасту Эдвард возьмет Агату, а Джордж Франсину А? А ты Элизабет В таком случае я предлагаю жребий Да Ну, это смешно В таких делах полагаться на жребий Джордж! А я согласен Элизабет Франсина Агата Прошу 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 Пожалуйста Пожалуйста Как я и предполагал Франсина Как говорится Золотая середина Прошу Как я и говорил С самого начала Элизабет Почему? Ну почему? Мне должно было повезти И должно было Филипп Филипп, не волнуйся Сто тысяч хорошие деньги Особенно в твоем возрасте Филипп У нас мало времени Значит, прежде всего Мы должны выработать общую тактику Мы должны сообща действовать И быть на сто процентов Уверенными в результате Мы сегодня должны получить от них согласие на брак Сегодня Эдди, Эдди, Эдди Без четверти одиннадцать Уже все спят в этом доме, кроме нас Уильям Да, сэр Бумагу И перо Сию минуту, сэр Перечитываю последний раз Дорогая мисс Элизабет Франсина Агата Прошу вас довериться мне И никому не сообщать Об этой записке Я хочу сообщить вам Нечто важное Имеющее отношение К дальнейшей судьбе Рода Антестендов И вашей собственной судьбе Прошу вас Соблюдая все меры предосторожности Встретиться со мной В голубой гостиной Соответственно Полночь Часть и два часа ночи По часу точно хватит? Несомненно Даже много Да А ты уверен, что не нужно подписываться? Уверен Чем больше таинственности Тем эффектнее Уильям Это Это нужно доставить Мисс Элизабет Агате И Франсине Именно В этой очередности И пожалуйста Не перепутай Скорее Все все помнят? А теперь Все расходимся по комнатам Каждый в свое время Идет на свидание Делает предложение Получает положительное А вдруг Я другого не приму И идет спать Первый я За мной Филипп Потом ты Я второй Джордж Ты идешь третий И пожалуйста Порепетируй Эдуард Я тебе Объяснял Как надо жениться Иди Репетируй 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 А что мне Репетировать Вы Вы Оседлали Мое Сердце Вы Стридожили Мои Чувства Я готов Идти с вами В одной Упряжке Неплохо Сэр Тебе Правда Так Кажется Да Сэр Но Но Что это? Пушкин, сэр Как мимолетное виденье Как гений чистой красоты Как гений чистой красоты Я не готов Сэр Андестен Я получил Вашу записку И пришла Извините Вы писали записку Мисс Агата Садитесь Я сейчас Все объясню Все в порядке? Или может быть Что-то произошло? Нет Пожалуйста Мисс Агата Вы знаете Филиппа? Ну да Конечно Знаете Филипп Он влюблен Безнадежно И отчаянно Вы меня спросите В кого? Нет, сэр Я не спрошу А вы спросите Ну хорошо, сэр В кого? В вас Что? Да-да С тех пор, как он вас увидел Для него не существует Других женщин Но Филипп По природе Своей невероятно Стеснительный человек Ему легче Научиться бриться И играть на банже Одновременно Чем признаться вам В любви Поэтому он и попросил Меня как старшего брата Поговорить с вами Вы меня сейчас Разыгрываете, да? Я? Да Лорд британского королевства Или вы считаете Что сейчас Время розыгрышей Вспомните Да разве он сам Не пытался поговорить с вами? Нет Он не говорил со мной Ни слова Вот Ему нелегко Роковая любовь Для мужчин из надого рода Это очень опасно Но он не боится Он боится одного Вашего отказа Да бог с вами Мисс Агата Умоляю вас Не разбивайте сердце юноши Я не переживу Если завтра в газете Я прочту Что его тело нашли в Темзе А он обязательно бросится в Темзу Хотите ли вы его спасти? Боже мой Конечно же да Согласны ли вы Исполнить последнюю волю Сэр Роберт Антестен Да Вы согласны с Танечной Филиппом? Нет Но это последняя воля Сэра Роберта Да Да Вы указаны в завещании Да Вы станете богатой Да Если вы идите замуж за Филиппа Да Да Что значит да? Да Спасибо Мы спасли его Да Господи Филипп Как-то напугал меня Кстати Ты пришел немного раньше Слушай внимательно Этот идиот Уильям случайно Или нарочно Перепутал записки Ко мне на свидание пришла Агата То есть Все пропало? Нет Я убедил ее Выйти замуж за тебя Сказал, что ты волнуешься И попросил меня все ей сказать Она согласилась Стать твоей женой Поздравляю Благодарю тебя Ты избавил меня От необходимости лгать То есть Сейчас сюда придет Твоя невеста Не смей вам бежать Погоди Я понял Что так даже лучше Что? Ведь если ты будешь Уговаривать Элизабет Выйти замуж За меня Она Скорее согласится Почему? Мне так кажется Ну знаешь Эдуард Мы так не договаривались Дорогой мой Я сделал За тебя Твое дело И прошу тебя Помочь мне Так вернее И я знаю Как нужно В отличии От некоторых Да Это она Филипп Пожалуйста Не волнуйся Я буду рядом Я рядом Филипп Как хорошо Что это вы А не один Из ваших Ужасных Братьев Что-то Случилось Почему вы Молчите Я здесь Дорогая Элизабет Как раз По просьбе Одного Из моих Ужасных Братьев Который Своими Собственными Усилиями Настроил вас Против себя И теперь Глубоко Страдает Мой брат Эдуард Влюбился В вас И говорит Что не может Без вас Жить Он Он готов Покончить С собой Вы должны Выйти за него До дня рождения Королевы Виктории И когда же У нее Завтра Завтра Вы с вашим Братом Сумасшедшие Так и передайте Новому Лорду Андестенду Постойте Элизабет Постойте Я вынужден Сказать вам Правду Я не хочу Ничего Служить Я завтра Все равно Уеду отсюда И вам не придется Исполнять роль Посредника Поверьте Мне самому Неприятна Эта роль Но я вынужден Наш дядя Оставил нам Не совсем Обычное завещание В нем Было сказано Ой Это было Джентльменское Соглашение Я связан Словом Джентльмена И не могу Его нарушить Даже Несмотря на то Что уже сейчас Понимаю Как сильно Люблю Вас Теперь вы Знаете все И можете Решать Как поступить Или уехать С генералом Его миллионом Или Филипп Передайте Эдуарду Что я выйду За него Замуж Вы не нарушите Своего слова Я не стану Причиной Позора Человека Которого Люблю Это же надо Это же надо Позор И Субтитры делал DimaTorzok Мистер Джордж Мистер Рандестенд, я получила вашу записку. Давайте будем считать, что наша встреча состоялась. В комнате его нет. Я стучал, но он не открывает. Странно. А где он может быть? Где? Может он в конюшне? Вот он. Ну, наконец-то. Джордж, проснись. Немедленно проснись. Ну? Ну? Как она? Она? Ты поговорил с Фаронсиной? По-моему, нет. По-твоему, она приходила или нет? Кажется, здесь нет. Подожди, а почему ты здесь спишь? Здесь? Понятно. Ты уснул. Что? Что? Что за чушь? Я пришел на четверть часа раньше. Я сидел здесь всю ночь. Я посматривал и похрапывал. Отлично, Филипп. У нас не будет миллиона, потому что кто-то из нас его проспал. Спокойно. Спокойно. Агата согласилась, Элизабет тоже. Джордж, быстро! Отправляйся к себе, переоденься и приведи себя в порядок. Только там не усни. Мы сейчас будем уговаривать Франсину. Быстро, немедленно! Да! Немедленно! Эдуард, мне нужно с тобой поговорить. Я не могу жениться на Агате. Что? Джордж! Вернись! У нас на корабле бунт. Я думал всю ночь. А, понятно. Я все переосмыслил. Еще бы! Я пришел к выводу, что я не могу жениться на Агате. Я люблю Элизабет и не возьму в жены никого другого. Отлично. Отлично. Один спал, но другой думал. Он думал. И он пришел к выводу, что братьям для него ничто. Что ему наплевать на братьям и пусть не подыхается по их ногам. И что слово джентльмэн, это только слово, которое на джи начинается, на ельцем он заканчивается. Так? Слово можно дать, слово можно забрать. Так поступает и мой лавашник. Любой оборванец. Верно, братец Филипп. И ты можешь мне сейчас поверить. Он набросил в лицо, что хочет жениться по любви. А никакого братья. Краковоры. Вот именно. Я люблю Элизабет и не могу брать никого другого. И мне не нужна моя доля. Было у отца три сына. Двое лордов. Третий дурак. Ну что же. Курс акции Агаты и Франсины резко пошел вверх. Да. Я... Это... Это, да. Это, да. Это, да. На брата. Жорж, немедленно к Франсине. Немедленно. По-военному, смирно. Будьте моей женой. Быстро. Это я... Немедленно. Я пошел. А я к Агате. Вчера ночью вы уговаривали меня выйти замуж за вашего брата Эдуарда. Теперь вы просите, чтобы я вышла замуж за вас. Но... А через час вы мне предложите выйти за Джорджа? Хорошо, что я еще не успела сказать ни о чем генералу. И завтра мы уедем из Лондона подальше от вас и от ваших братьев. Мисс Ализабет, но я люблю вас. Но я вас не люблю. Но вчера вы говорили, что любите. Вчера вы тоже мне говорили, что... Я и вчера любил. И сегодня. Илю и буду любить всегда. Будьте моей женой. Нет. Что? Вы хуже Джорджа. Он, по крайней мере, идет в кавалерийскую атаку без охов и вздохов. А вы, прикрываясь романтической внешностью, думаете, что можете заставить приличную девушку выскочить за вас замуж за одну ночь? Я не так представляла себе свое замужество. Ни ухаживаний, ни цветов, ни прогулок по парку, ни записок в дупле дерева, ни катаний на лодке, ни... Он зловол вам руку, я убью его. Но ни одного же малюсенького я убью его. Ничего. Я никогда не стану вашей женой. Мисс Элизабет. Так, очень хорошо. Весту я потерял. И деньги тоже. Мисс Элизабет. Ну что? Джордж, ну не томи. Что? Я ей сказал. Да. Я ей сказал. Франсина, окажите мне любезность сегодня до полудня выйти за меня замуж. Да. И я ей еще сказал. Сказал. Еще сказал, что я от нее без ума. Но это было лишнее. Она и так, наверное, чуть сознание не потеряла. Что она ответила? Она согласилась! Отлично. Ну, как твоя Агата? Агата? Ну, она просто остолбенела. За мной нужно было записывать. Что ты, какой там Шекспир? Агата, я горю. Я не моряк. Но если бы ты была на крае света, немедля мига я бы не страша спустился в море за таким товаром. Гениально. Мой бедный брат, высокий слог вам недоступен. За Кэмерона мы уже послали. Скажи, что под любым предлогом надо к полудней на исповедь прийти. Нас нею обвенчает брат Ларева. Я не женюсь. Я не женюсь. Я не женюсь. Ты спятил? Я тебе дам. Не женюсь. Ты с ума сошел. Джош, наш брат болен. Ты с ней говорил? Да. И что она сказала? Нет. Нет? Нет. Нет? Ну, ты же ночью с ней говорил. Говорил. Ночью она сказала да, Эдуарту. А любит она меня. Ты сказала так, то есть ночью говорила. Джош, у тебя вот есть еще патроны? Да, есть. Постой, кого ты хочешь убить? Его или ее? Я хочу убить этого проклятого дядю. Но, к сожалению, подлец умер. Точно. Стоп. Может, что-нибудь все потеряно? Не все. Она уходила в слезах? Ну? Да. Значит, все потеряно. Все потеряно. Нет. И все. Я сейчас пойду к ней и поговорю. Сейчас к ней ходить не нужно. Почему? Тем более тебе. Что? Тем более мне. Филиппу подавно. Надо выдержать паузу. Что? Паузу надо сделать. Это же тяга. Пауза. Паузу. Паузу. Кстати, позавтракать. Кстати, позавтракать. Точно. Нужно позавтракать. Пожалуйста. Скончалась королева Виктория. Шутка. 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 Прекратите немедленно. Да что вы себе позволяете? Я не узнаю вас, Эдуард. Вы же лорд британского королевства. Где ваше достоинство, Джордж? Вы же майор кавалерии. Где ваша честь офицера? Мы андестенды. Андестенд ми? Какого черта мы должны терпеть выходки этого русского уже второй день? Ещё. Элизабет, вы уезжаете? Черт возьми, она уезжает. Элизабет, как скользко. Элизабет, куда вы? Подальше от вас и от вашего брата. Элизабет, я сейчас все объясню. Я сам расскажу. Вчера вечером я услышал шум в комнате Эдуарда. Послушайте, вчера вечером я услышал шум в комнате Эдуарда. Да, я подумала, вдруг у него был практический удар. Что? Да, я вышел в коридор. Дверь была полуоткрыта. Я посмотрел в щелку и увидел, что Филипп стоит на коленях перед Эдуардом. Филипп умолял Эдуарда, чтобы тот отрекся от вас, Элизабет. Я не хочу ничего слушать. Филипп был явно не в себе. Поверьте, каждую секунду я мог потерять брата. А вы человека, сильнее которого вас никто никогда не полюбил. Да. Он говорил, говорил, каждое его слово было о вас. Он говорил, как он мечтает держать вас за руку, прикасаться к вашим волосам, дарить вам цветы каждое утро, читать стихи, ну читать стихи. Да, да, кататься на лодке, хранить записки в дупле старого дуба, вместе собирать полевые ромашки. А еще он поклялся убить любого, кто осмелится пацановать вашу руку. Что там происходит? Они собираются делать предложение ей? Оба! Даже посмотреть на вашу руку, даже подумать о том, чтобы посмотреть. Да, да, он так и сказал. Я убью его. Он просыпается и засыпает с мыслями о вас. Он завтракает с мыслями о вас. Мы за... мы... мы... мы ели сардины в мат. А он сардины в слезах. Но мы знакомы всего один день. Вы снились ему. Даже когда он еще не снулся. Он мечтал. Он грязь. Он знал, что встретились. А сейчас, сейчас, когда вы отказали ему... А я даже не знаю, жив ли он сейчас. Сердце его можно не выдержать. Его любящая душа разорвется на части. Он не перенесет такой потери. Конечно! Шестьсот тысяч фунтов стерлингов. Серьезная потеря. Что вы имеете в виду? Ах, сэр Роберт! Ах, умница! Истинно английский юмор. Королевская шутка. Мы не понимаем, о чем вы. Что вы хотите сказать? Вы, милые барышни, верно решили, что всех трех племянников объял какая-то несусветная любовь к вам. Только это не совсем так. Вынужден вас разочаровать. И все-таки я убью вас. Напугали. Они исполняли последнюю волю дяди. Дядя завещал им жениться на нас. Не рассказал Филипп? Он не все вам рассказал, милые барышни. За то, что они на вас женятся, дядя сэр Роберт завещал им миллион пунктов стерлингов. А если не женятся, они останутся с носом. А? Так что, если перевести их любовное признание на язык цифр, получится единственные мои 100 тысяч. Ненаглядные мои 300 тысяч. Божественные мои 600 тысяч фунтов стерлингов. Будьте моей женой! Генерал, вы забыли добавить одну деталь. Что если мы не женимся, по завещанию все наследство получите вы. Поздравляю. Вы теперь самый богатый жених. На всю Сибирь. Не надо завидовать. Значит, за мной 300 тысяч фунтов. За мной 100, а за Элизабет 600. Ужас. Ужас. Значит, если мы не выйдем за них замуж, миллион лорда Андерстенда достанется генералу. Что вы на это скажете, Уильям? По-моему, все идет хорошо. Джентльмены! Мы просим вас пройти в дом. Слава Богу! Он все видит, он все знает. Мы согласны выйти за вас замуж. Но! Только в том случае, если наследство будет разделено на равные части. Все поровну. На три равные части? Нет, джентльмены. На шесть равных частей. Вот три брачных контракта. И что в брачном контракте? Ничего себе! Черт возьми! Но в ином случае вы не получите ни пени. Но! Это справедливо. Несомненно. Прошу вас, подпишите. Джордж. Джордж, а ты стенд? Венчание, джентльмен. Через два часа. Я не могу в это поверить. Черт возьми, но... Отличная идея. Вопросы? Я люблю вас, Элизабет. Значит, вопросов нет. Все уже на месте? Никого нет, мистер Кэмерон. Как? Сэр Эдуард предлагал устроить венчание дома, но невесты настояли на своем. Так они... Они венчаются? В церкви. Вот как? Да. Ну, это невозможно. Я в это не может быть. Я в это не верю. Это что-то происходит. Интересно. Что-то происходит. Господин генерал, мистер Кэмерон уже на месте. Господин генерал, мистер Кэмерон, мистер Кэмерон. Мистер Кэмерон, мистер Кэмерон. Мистер Кэмерон, мистер Кэмерон, мистер Кэмерон. Мы хотим, чтобы вы разделили с нами нашу семейную радость. О, походу. Господа, мне очень неловко. Я понимаю. Простая формальность, но... Филипп. Бумаги, подтверждающие факт нашего бракосочетания. Поздравляю. Спасибо. Мистер Кэмерон, вам слово. Итак, друзья. Согласно совещанию лорда Андерстенда, все его состояние, включая движимое и недвижимое имущество, оцениваемое в один миллион фунтов стерлингов, переходит к трем его племянникам. Эдуарду, Джорджу и Филиппу. Так как не выполнили условия завещания, взяв в жены Агату, Франсину и Элизабет до дня рождения королевы. Боже, как трогательно. Хоть снимай в синематографе братьев Люмьер. Не хватает, правда, счастливого финала этой фильме. Не дали как два месяца тому назад, но сэром Робертом заключили пари. Мистер Камрон, погласите. 20 марта 1899 года генерал Иван Гидалов и лорд Андерстенд заключили пари на один миллион фунтов стерлингов. Лорд Андерстенд утверждает, что его племянники Филипп, Джордж и Эдуард, Андерстенды, женятся до следующего дня рождения королевы Виктории, не получив за это ни пени. Генерал Иван Гидалов утверждает, что вышеуказанные лица женятся только за большие деньги. Обязательства по данному пари несут, как люди его заключившие, так и наследники. Ни для кого не секрет, что вы женились, чтобы получить наследство. То есть, ради денег. Вывод. Дядюшка проиграл пари. И миллион, его миллион, который должен был достаться вам, достанется мне. Погодите, но это же бред. Кэмерон, документ составлен правильно? Да, безусловно. И нотариально заверен? Да, я его заверял. Это моя подпись. Эдди, Эдди. Эдди, мы что-нибудь, мы не получим. Ах, мои сожаления, мистер Джордж. Дядюшка сыграл с вами посмертную и самую остроумную из всех своих шуток. Извините, генерал. Вы только что сказали, что если мы женимся, то все наследство переходит к вам, так? Так, а как же иначе? То есть, они женились, но потеряли все деньги? Так точно. То есть, они женились, не получив за это ни пенни? Э, нет. А это значит, генерал, что пари выиграл сэр Роберт. Верно, мистер Кэмерон? Думаю, да. Э, стоп, 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 стоп. Вы женились? Женились. Наследство получили? Да. Оно составляет миллион пунктов стерлингов. Значит, этот миллион переходит мне по пари. Раз денег у нас нет, а жены есть, значит, мы выиграли. Этот миллион, это мы... Нет, дорогая, нет, 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 нет. Нет, мы выиграли. Мы выиграли, значит, мы выиграли. Выиграли, значит, мы выиграли. Выиграли, значит, выиграли, значит, выиграли. Нет, дорогая моя, но я выиграл. Я, я выиграл. Моё появление ещё никогда не производило такого эффекта. Даже в палате лордов. Дядя Роберт. Не ожидал меня встретить на этом свете, а? Дядя Роберт, так вы же умерли. Да, ты уверен? Так вы не умерли. Вот это уже ближе к истине. Я так рад. Ещё ближе. Андестенды не валяются. Итак, Иван Алексеевич, закончим с нашим пари. Я жив. Мои племянники женились в обусловленное для них время, не получив ни пени. Следовательно, пари выиграл. Кто? Я. Не так ли, Кэмерон? Думаю, что да. А точнее? Да, сэр. Так как миссия моя окончена, разрешите мне отклониться. Разумеется, Кэмерон. Спасибо, сэр. Ну-с, как говорится, пора и честь сдать. Не буду смущать вас дали своим присутствием. Подожди, Иван Алексеевич, подожди, мой дорогой. Присядь, присядь. А теперь, внимание, вопрос. Когда Иван Алексеевич вернет мне мой выигрыш? А хоть сейчас? Миллионом больше, миллионом меньше. Уильям Перро. Поздравляю. Браво. Браво. Ну-с, совет вам и любовь. Уильям. Да, сэр. Уильям. Я голоден. Прошу к столу. Пройдем, возьми, пройдем. Все неделю, пока я был мертв, я перечитывал Достоевского. Вы знаете, у него есть там один роман. Идиот. Идиот называется. Там один русский сумасшедший сэр дает не менее странной русской мисс 100 тысяч рублей. А та сжигает эти деньги в камине. Уверен, ни Агата, ни Франсина, ни Элизабет так бы не поступили. Да, что касается завещания. Я жив. Следовательно, завещание недействительно. Но этот миллион, разделенный на три равные доли, приданное вашим женам и мой свадебный подарок. С днем рождения, королева. С днем рождения, королева. Роберт, скажи честно, когда ты все это придумал? На следующее утро, после того, как мы с тобой на ночь глядя, выпили четыре бутылки Брэнди и заключили это идиотское пари. Я проснулся, а в голове у меня, как будто восемь ливерпульских докеров играет в домино на железном тазике. Вот только под этот барабанный бой и можно было придумать это завещание. И я понял, умру. Но выиграю пари. Ну, не вздыхай, не вздыхай, Иван Алексеевич. Миллионом больше, миллионом меньше. Ты ведь не с пустой котомкой из России приехал, а? Вот говоря, что ты у нас здесь клуб купил. Расчетливый вы народ, англичане. Вот поэтому у вас и кухня-то никудышная. Неведомо вам истинные страсти, неведомо вам неизъяснимо наслаждение. Да ты со своими племянниками в России бы месяц не протянул. Я? Месяц. А знаете, я думаю, что все закончилось как нельзя лучше. Я со своими племянниками. Я надеюсь, что теперь наш дядя успокоится. Месяц в России? Скорее королева откажется праздновать свой день рождения, чем я еще раз попадусь на его улочку. Ну что, Иван Алексеевич, хочешь заключить новое пари? Миллионам больше, миллионам меньше. Миллионам больше, миллионам меньше. Миллионам больше, миллионам больше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok